Ирина Сотикова, 42, впервые вышла замуж за 27-летнего актера, но ребенка ему родила другая. Сегодня ей 50 лет, и она исполнила свыше 8 десятков ярких ролей, став звездой сериалов «Дорожный патруль» и «Ментовские войны». До 40 лет она была полностью поглощена своей карьерой и думала, что если ей выйдет замуж, то точно не за актера. Но в 42 года она впервые стала женой молодого артиста, которого была старше почти на 15 лет. Однако счастливый брак рухнул в тот момент, когда она узнала, что у мужа будет ребенок от другой женщины. Как сложилась непростая судьба яркой, талантливой и обаятельной актрисы Ирины Сотиковой. Ирина родилась в северной столице России, но ее детство прошло вдалеке от разводных мостов, музеев и поездок в Петергоф на выходные. Папа девочки был военным офицером, и из-за его работы будущая звезда много лет провела в постоянных разъездах. Монголия, Читинская область, Дальний Восток – это лишь малая часть тех мест, где успела побывать семья Сотиковой. К своему выпускному классу она вернулась в родной Ленинград. После школы она подала документы в Академию театрального искусства. Откуда же у девочки из такой далекой от искусства семьи появилось желание блистать на сцене, остается лишь загадкой. Но природный талант помог ей с первого раза поступить без связей и влиятельных покровителей на стороне. Будучи студенткой, она стала частью труппы театра комедии имени Николая Акимова, но ее от карьеры в кино она не стала отказываться. Ее дебютом была лента «Горько», где вместе с ней снимались именитые артисты Светлана Немоляева, Кирилл Лавров, Михаил Пореченков. Еще одну из ролей играл Александр Половцев, который в тот момент был звездой сериала «Улицы разбитых фонарей». С его легкой руки Ирину пригласили пройти пробы в этот проект, и после удачного кастинга она снялась в двух эпизодах криминальной саги. Вообще детективный жанр стал ее основным амплуа на экране. Она снималась в телесериалах «Гончий», «Литейный», «Синдикат». Но всегда это были второстепенные персонажи, пока в 2008 году у Сотиковой не появилась первая главная роль. Многосерийная лента «Дорожный патруль», где Ирина блестяще сыграла капитана Марину Воронину. Лента, повествующая о жизни отдела, который борется с преступлениями на дорогах, быстро полюбилась зрителям. Надо сказать, что этот образ дал ей неожиданный бонус. Когда ее останавливали дорожные инспекторы, они не только просили автограф, но и закрывали глаза на мелкие правонарушения. Так однажды ей простили проезд под кирпич, который актриса не заметила из-за спешки. Еще одним большим проектом стал сериал «Ментовские войны». В общей сложности было отснято 11 сезонов, а съемки длились целых 13 лет. Все это время ее партнером был Александр Устюгов. И даже ходили слухи, что именно коллега стала причиной его разрыва с супругой. И это неудивительно, ведь брюнетка всегда покоряла мужские сердца одним взглядом. Ну а о личной жизни Ирины мы поговорим чуть попозже. В сериале «Реализация 2» она сыграла роль судьи. Также ее можно увидеть в «Тайнах следствия» – «Такси под прикрытием», «Невский» и так далее. Всего Сотикова исполнила свыше 80 ярких ролей на экранах, став настоящей королевой детективных сериалов. Чего нельзя сказать о ее ролях в театре. На подмозгах у Ирины совершенно разные амплуа. На ее счету спектакли «Золушка», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Раневская одинокая насмешница», «Любовь и голуби». Своё женское счастье, как минимум попытку его обрести, она тоже встретила в стенах родного театра комедии. Ее избранником стал начинающий актер Алексей Красноцветов, хотя женщина не раз говорила, что никогда не выйдет замуж за актера. Но жизнь умеет преподносить сюрпризы. С самого начала их отношений у окружающих были сомнения, насколько это правильный выбор. Дело в том, что молодой человек был изначально младше Ирины. Ему 27 лет, а ей 42 года. Однако бурные чувства быстро взяли верх. Алексей собрал на ужин всех своих родных и при свидетелях сделал любимые предложения – руки и сердца. И пара узаконила свои отношения. С момента их знакомства прошло всего лишь полгода. Сначала молодожены хотели провести скромный праздник только для себя, но в конечном итоге закатили настоящий пир. Гуляла на свадьбе вся театральная Москва, а свой медовый месяц артисты провели на живописном побережье Греции. Когда ее спрашивали, не смущает ли ее такая разница, она отвечала, что в любви есть мужчина и женщина, а остальное неважно. Вместе они были не только дома, но и на работе. Алексей, как начинающий режиссер, задействовал любимую супругу в своих постановках. Несколько раз они вместе снимались в фильмах и сериалах. Среди них «Морские дьяволы» и «Ментовские воины». Для актрисы этот брак был первым, она оказалась по-настоящему счастливой. Поклонники даже писали под их совместными снимками, что рядом с молодым мужем и Ира стала выглядеть, как девочка. Звезда с удовольствием делилась совместными фотографиями и видео с их отдыха, кусочками жизни. И страстно мечтала, что в самом скором времени в их квартире поселится новый, совсем крошечный человек. Да и сам Алексей много раз упоминал о том, что хочет много детей. Но годы шли, а пополнения в семье все не происходило. И вот в 2023 году в СМИ появилась новость, что актер Красноцветов впервые стал отцом. У него родилась долгожданная дочь. Вот только мамой девочки была не Сотикова, а другая актриса – Елизавета Александрова, которая тоже старше Алексея, но уже на 6 лет. Когда закрутился этот роман, была ли Ирина в курсе, никто не знает. Однако на развод она подала лишь год назад. А совсем недавно Алексей и Елизавета стали родителями во второй раз. Актриса очень тяжело переживала такое предательство и даже взяла небольшую паузу в кинокарьере. В 2023 году она отказалась от главных ролей и брала лишь эпизодические. А за этот год она ни разу не появлялась на съемочной площадке. Зато в театре состоялась большая премьера спектакля Раневская, одинокая насмешница. Сегодня Сотикова свою личную жизнь держит под строжащим секретом и практически не появляется на светских мероприятиях. Давайте пожелаем Ирине творческих успехов, крепкого здоровья, а также долгожданного счастья в личной жизни. А вам нравится эта актриса? Какая из ее ролей вам кажется наиболее наилучшей? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова